Здравствуйте! В эфире программа Агрокурьер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ударят дроном по сорнякам. Беспилотных распылителей готовят к масштабной борьбе за чистоту полей. Первые облеты точечный удар по карантинным растениям совершили в Кошкинском районе. Аскорбинка в жемчугах. Садоводы Сергеевского района вышли на сбор черной смородины. Насколько щедро одарила кладовая витаминов и как местные специалисты сохранят полезный урожай на всю зиму? Сельскохозяйственные районы активно осаждают сорняки. Один из них – амброзия трехраздельная. Растение особо аллергенное и может быть смертельным для человека, если его семена попадут в хлебопекарное изделие. Мы ее должны заставать, эту амброзию, на такой фазе, когда она не успела выбросить семена. Это первое. Поскольку она очень живучая и очень хочет размножаться, то есть она быстро за какое-то короткое время вырастает из малюсенькой такой маленькой в мой человеческий рост. И начинает очень активно размножаться. Поэтому нам важно застать в три недели, то есть уложить сроки этой работы. На борьбу с сорняком выходят бригады по пять человек. Прочесывают гектар за гектаром, распыляя гербицид. На обработку всей необходимой территории уходят не один день. Ручной труд с недавних пор уступил место умному девайсу. Летающий дрон может справиться с задачей за несколько часов. Им даже управлять не надо. Оператор заранее загружает программу, после чего достаточно приехать на место и нажать на старт. Перед запуском технику необходимо откалибровать. Для работы она использует сигналы спутника GPS и магнитные поля Земли. Дрон будет летать по заданной программе до тех пор, пока не закончится заряд батареи. В этом случае он самостоятельно вернется на базу. И это не все, на что способен беспилотник. Машина умеет контролировать объем баковой смеси, расходуемой на обработку территории. Что не может сделать ни один человек. То есть человек обрабатывает в любой случае на глазок. В данном случае, если мы устанавливаем норму расхода на гектар 10 литров гербицида, то именно 10 литров гербицида будет вылетен на гектар. То есть это такие продвинутые зеленые технологии. Борьба с карантинами растениями в регионе ведется в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области. Сейчас обработка ведется в ручном режиме. Автоматизированный режим практически недоступен. А в труднодоступных по рельефу местности местах практически обработка не проводится. Хотелось бы сказать спасибо, что такая программа на территории нашей области работает и будет работать. Действительно, польза от нее ощущается. И жители благодарны по итогам 2019 года. В прошлом году в Кошкинском районе было обработано 198 гектаров. В этом их по плану 300. И применение дрона во многом облегчит и ускорит работу. Пряный летний запах над садом. Под ароматными листьями спрятались спелые сокровища. В жемчуг одели смородинные плантации хозяйства Сургутское Сергиевского района. Сбор ягод в самом разгаре. Почти 10 сортов сменяют друг друга по мере созревания. Кладовой витаминов называют черную смородину, а здесь ее аж 34 гектара. Причем треть площадей – это молодые высокоурожайные насаждения. В этой горсти 20-25 ягод черной смородины. Это суточная норма витамина С. И вот таким вот кладезем витаминов хозяйство Сургутское постарается обеспечить всех жителей Самарской области. Несмотря на капризы жаркой погоды, ягода вышла справной, вкус сладкий, с приятной кислинкой. Растет смородина в уникальных агроклиматических условиях, получая бережный уход здешних специалистов. В первую очередь, наверное, вкладываем душу. У нас на смородине проводится минимум обработок, поэтому она экологически чистая, вкусная, сладкая, много витаминов, очень полезная. Параллельно в Сургутском стартовал сбор ранних сортов яблок. Группа компании «Синка» ежегодно вкладывает немалые средства в реконструкцию старых и закладку молодых яблоневых садов. Весь фруктово-ягодный конвейер хозяйства, который хорошо знаком жителям под брендом «Яфо», в прошлом году составил треть всего валового сбора области. Создаются и условия для того, чтобы повышать производительность труда. Это покупается техника, строятся новые площади производственные. Все это, конечно, ведет и к увеличению урожайности, и к увеличению валового сбора. Мы в прошлом году собрали достаточно великий урожай, но не собираемся на этом останавливаться и не сдавать свои позиции. Витамины для жителей области будут доступны и зимой. В хозяйстве в этом году заработал цех по переработке ягод. Здесь запасают впрок замороженную протертую землянику и смородину с сахаром и готовят варенье по старинным рецептам. Заготовки уже жду сладкоежек. Редактор субтитров А.Семкин